Добрый день! Мы продолжаем отвечать на ваши вопросы на библейском портале Экзегет. Вы спрашиваете, неужели нет другого пути к Богу, кроме как через страдания? Но это совсем не так. Во-первых, сама наша жизнь представляет собой большую трагедию, не в том смысле, что все трагично и ужасно, а в смысле такой вот древнегреческой трагедии, где все написано такими темными достаточно тонами, жесткими. И мудрец знает об этом, и, как говорит Ветхий Завет, сердце мудрого в доме плача и сердце глупого в доме веселья. Страданием является сама человеческая жизнь. Мы живем в падшем мире, лишенном света райского, лишенном его чистоты, с приобретенными смертностью, страстностью и тленностью. И этот мир дан нам как темница своего рода, как образ понимания того, что может быть с человеком и как может существовать человек, если он забывает Бога, если он отрекается от Бога, отворачивается от Него. Потому что самая главная трагедия мира – это гордыня человеческая. Отцы говорят, что не Бог – хозяин на земле, но человеческая свобода, человеческая гордость и все ее проявления и последующие за ними несчастья, вражда, убийства, кровь от Каина до сегодняшнего дня. Бог не создает страдания и не заставляет нас страдать. Он, наоборот, показывает нам путь к совершенной радости и не пожалел Сына Своего Единородного для того, чтобы дать нам эту возможность. Мы спасены жертвой Христовой и кровью Христовой. И нам нельзя недооценивать это. Если мы поймем это и пойдем этими тесными вратами, которые проложены нам для нас Христом, то мы пройдем эту жизнь, не страдая так, как прочие люди, которые по-прежнему пребывают в Ветхом Завете или вообще за его пределами. Нас не может не коснуться болезнь, нас не может не коснуться смерть, нас не может не коснуться боль за близких и за любимых нами людей, нас не может не коснуться вообще вселенская скорбь, потому что вся тварь стенает, как говорит апостол до сегодняшнего дня, ожидая своего избавления. Но во всяком случае следование за Христом поднимет наши стопы от земли и не так нам будет больно босыми ногами ступать по этому разбитому и часто раскаленному стеклу, которое представляет из себя земля после потери ей райского образа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.